О, это ваше место, да? Отлично. Нормально. Все супер. Единственное, что вы походу посмотрите, чтобы было комфортно, даже, может быть, чуть-чуть, немножечко сблизимся сюда, чтобы удобно было вам все видеть. Да? Хорошо. Это свежий минский воздух, как приятно. Так хотелось сказать, воздух свободы. А мы в чем себе не отказываемся? В формуле от совести и от движения. Приезжаешь, а тут порядок, все решено, все нормально, все работает. Да, лишнее. Повытаскиваю, как фокуснее. Знаете, у меня в карманах всегда что-то есть. Я, кто тоже хорошо умеет пользоваться этими гаджетами, вам, да, могу выучить? Ну, там, или селфи, приклонник сделать, еще что-то. Я буду к вам обращаться, мы будем. И еще подключите меня, пожалуйста, к этому. К Wi-Fi. Я буду еще признать его. В общем, как со своим. Да. Это тоже к вам гости? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Возвращающихся нет, опаздывающих тоже. Каждый приходит в свое время. Сейчас я буду искать. Спасибо. Конечно. Отжиматься точно сегодня здесь не надо. Это ухо. Это ухо утешает. Когда мы начнем работать, будем отжиматься. А пока не надо. Да. Сейчас пока идет подключение к Wi-Fi. Как вам удобно со мной взаимодействовать? В этой точке вам комфортно? Вам к цветочку нужно. Цветочек у меня. Вам все равно, а нам приятно. Супер, супер. Мне нужно, чтобы вот вам было комфортно. А вы думаете, я буду... Я не помню. Это же денежный дерево, так сказать? Да, вот отлично. Энергетика пойдет. Я уже ее чувствую. Очень мелко, видите, в Беларуси копейки появились. Живой с голосами, а? Мелкие листочки. Как сказать, это же динамика. Сегодня меньше, завтра больше. Кто знает, как все случится. Как настроение? Хорошее. Хорошее? У вас рабочий день или вы отдыхаете? Как у кого? Чуть-чуть. Чуть-чуть, да? Немножечко, кстати, да, работает. Хорошо. У меня девушки есть, порой. Я не знаю, как смотреть телефон. Но ее не посмотришь. Все получается? Пока сложно с этой... Ну ладно, вы делаете. А там на кухне не висит? На стрим потом запустим. Там есть женщина, которая воду принесла. Наверняка она знает, что у нее есть это. Есть все. Секретный чад? Я думаю, что да. Ну я наносила. Здрасьте. 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 Ты может там споришь? Сейчас. В прошлый раз не было. Я только с комментариев. Располагайтесь, где вам понравится. Какое-то комфортное место. Вам комфортно? Очень. Да? Какой-нибудь он здесь? Я не представляю. Поближе. Как-то возлее тоже. Мне кажется. Что-то. Придет оператор. Придет. Мы не уверим. Он здесь повышел. Ну что ж, отлично. Тогда начинаем. Приветствую вас, дорогие мои друзья. Меня зовут Леонид Золин. Я физиогномист и автор системы трансфейсинга. Осознание трансформации характера через структуру лица. Для выстраивания эффективной коммуникации и достижения наилучших результатов. Вот такая штука. То есть исследуем себя, трансформируем, можем выстроить отношения как-то на совершенно ином уровне. и, как показала практика, еще можем менять внешность. И оттуда, собственно, и проистекает слово трансфейсинг, которое пришло все время ко мне, за что я очень благодарен вселенной. И что это такое трансфейсинг? Оно как раз в этом и состоит. Что лицо и тело человека, его образ, он транслирует информацию. Транс. Или translation, или transmission, как удобно. Или transformation. А вот. Вот. Когда лицо transmission, translation, мы получаем эту информацию, мы ее можем осознать. Можем осознать? Мы же осознать не будем. И вот после этого шага мы можем трансформировать. А что можем трансформировать? Вот в первую очередь, что мы можем, или кого можем трансформировать? В первую очередь. Себя. Себя. Это самое сложное, но и самое главное. Что лезть в чужую душу? Начни себе. Хорошо. А что мы еще можем трансформировать? Ну вот, трансформировали мы себя, как мы осознали. А что мы можем еще трансформировать? Других. Ну, как версия. Я понял. А что еще? Наверное, взаимодействие с миром. Угу. Через себя. Все просто в глаза. Мы так сейчас как-то в кольцо попадем. Через свою руку. Конечно. Мы уже себя трансформировали. Мы уже трансформировали отношения. И буквально полтора года, как я вошел в систему эстетической медицины и косметологии и beauty сферы. Вот. И на сегодняшний день я являюсь колумнистом, сотрудничаю с эстет. Это украинские издатели. Они занимаются научно-публицистическими проектами в сфере эстетической медицины. И здесь есть моя колонка. Трансфейсинг. Где мы исследуем, где я показываю, как мы можем работать со всеми структурами лица с точки зрения внешней трансформации. Потому что оказалось, что есть прямая связь. Она давно была известна. Это связь с соматикой и психией. Тела и духа. Психической матрицы и физической матрицы. И наблюдая за этими процессами, я увидел следующее. Что человек способен трансформировать себя через изменение внешности. То есть, работая с внешностью профессионально. То есть, корректируя брови, корректируя носы и скулы. То есть, начиная от сложных операций, типа пластической хирургии, косметологии. И заканчивая простыми вещами. Это поход к косметологу, это поход к бровисту, к парикмахеру. Вот все эти процедуры, они влияют. И если вы это делаете долго, постоянно и в определенном стиле, вы как бы сохраняете, то тело подстраивается под то, что вы делаете. И дух. Психика подстраивается. И самое, что работает быстрее всего. Когда вы делаете определенную, ну, к примеру, бровь. Вы пошли в бровь, вам сделали. Знаете, что начинается? Начинается следующее. Что человек, когда видит вас, когда он вас встречает, у него сразу появляется к вам определенное отношение. И вот оно такое, какое вы себе сделали. И не будет никакого другого отношения. Особенно, если вы первый раз с человеком сталкиваетесь, у него будет всегда определенное отношение к вам. То, что он увидит. И вот это я называю управление восприятием. То есть, у нас есть как управление восприятием. И на сегодняшний день мы работаем на системы образования, обучения бьюти-специалистов и эстетов. Которая позволяет им, вам, милые дамы, девушки, делать правильные брови, делать правильные губы, делать правильные прически. Те, которые вам соответствуют и в вашем задаче. Вот такой вот круг получается, такая сфера, в которой много грани. Начиная от духовных, очень практических вещей. Это кадры, это персонал. Это все, что мы можем на суглопрагматической схеме использовать. Переговоры где-то и так далее. И заканчивая такими интересными вещами, как реальная трансформация. Это уже коучинг, психотерапия, психология и бьюти-эстетика. И вот тут у меня к вам вопрос. Кто вы? С какими ожиданиями вы пришли? Давайте быстро познакомимся. Как вас зовут? Антонина. Антонина. Это правила движения и мы как-то ориентируемся. Хорошо. А в отношениях мы слепы. Это метафора. Не понимая ни кто мы, ни, простите, ни какой мы транспорт, ни кто рядом с нами на дороге. Поэтому бесконечные катастрофы. Мы все разные на самом деле, но мы безумно одинаковые, по большому счету. Мы устроены по одной системе. И отличие трансфейсинга от физиогномики как такового состоит в том, что есть некая, есть модель. Это гипотеза, это модель, которую я выдвинул на основе множества интересных фактов, исследований разных междисциплинарных научных изысканий. И получается, что правила дорожного движения. Есть правила для гостей, которые везде одинаковые, что в Африке, что в Украине, что в России, что в Белоруссии, что в Германии. Не важно. Все одно и то же. По мере просто специфика. Спасибо вам. Окей. И, кстати, что для вас было бы ценным? У нас сегодня два часа в работе осталось, может быть, час сорок. Что бы вы хотели, может быть, подчеркнуть за сегодняшний год оставшимся? Время-то мало. Просто познакомиться. Познакомиться. Понятие ваше, наверное… Я отчество еще не сказал. Как бы сказать, ракурс вашего видения. Понимаю. Хорошо. Как вас зовут? Добрый вечер всем. Юлия меня зовут. Юлия? Юлия, да. Работаю в сфере красоты. Мне непосредственно будет интересно связать трансфейсинг с той профессией, которая меня обнимает. Ну, как опору сегодняшний год, да? Да. Я представляю. Хорошо. Я понял. То есть, ты хочешь представить эту работу, да? Да. Да. Мне интересно. Да. То есть, интересно будет прочитать. Спасибо. Как вы думаете? Здравствуйте. Меня зовут Екатерина, я врач косметолог. Да. Как мы сегодня прямо вообще скажем. Ну и конкретно меня интересует то, что вы начали про скулы рассказывать, да? Да. Ты даже можешь ракурс поставить и снять, и девчонки себе. Потому что… А у нас есть еще карточки. Потому что, на самом деле, я не знаю, как на Украине, но у нас достаточно много отрицательных моментов после контурной пластики. И вот как раз таки хотелось бы и до наших клиентов… Ну, правистику говорить. Да. То есть, хотелось бы до клиентов донести, что как нужно, и как поменьше, и поаккуратнее, и по гармоничнее. А не так, как хочется. Да. Это, кстати, речь о вкусной асимметрии, которая присутствует у нас, например. И она не просто так. И совершенно не обязательно ее попадает в эту асимметрию, если понимать, про что она у нас. Тогда сразу понятно, как с ней работать. Смотрите, если, допустим, какие-то вина мы заботим, мы у нас спина отборились. Потому что у меня это мое дело. Я могу пять раз еще спросить, как у вас зовут. Катя. Отлично. Юля? Супер. Я Елена. Я специалист по внешнеэкономической деятельности. Сюда пока привел просто живой интерес. Ну, тяга к чему-то новому. А с какими сторонами? Азия? Нет, в основном Европа. Ну, с Азией немножко с Китаем работала, с Турцией. Ну, в данный момент я снимала. А как вы себя видите? Кто вы? Ну, вот когда мы на арбузе, когда все встал, кто вы? Женщина, женщина, женщина. Ну, вы светитесь просто, я вот хотел подумать, про что этот цвет светит? Я не просто так про Азию, про Китай спросил. Нет, ну, солнышко. Лена в переводе с греческого означает «факел», поэтому… Ну, вы сегодня будете нашим солнышком против? Я… Нет вот этих тучки, да, я понимаю. Всячески буду сниматься. Что вы еще ждете от системы? Знаете, я пока просто вот совершенно открыта к впечатлениям. У меня нет каких-то конкретных ожиданий. Я готова к любым впечатлениям. Отлично. Я тоже. Будем узнавать друг друга. Добрый день всем. Меня зовут Александр. Всем привет. Менеджер по продажам IT-системы, оборудования. Живой интерес, чего-то нового, так сказать, узнать. Может быть, кому-то втюкать больше. Вы работаете в динамике с внешним или же вы управляете с внешним и внутренним восподчинением? Да, где-то человека четыре. Это так прозвучало? Знаете, у меня братишка есть, он сейчас уже в Израиле живет. И когда мы маленький, ну… Сам уехал? Да. Ед в Украину. И когда мы были молодым, мы как-то кушали, и пельмени был плаздник. Помню, Новый год у нас был. В Израиле пельмени? Это были суто украинские пельмени. Такие справженные украинские пельмени. Поправда, не сибирские, и китайское блюдо, на самом деле. Уйгурское блюдо, если быть точнее. Северно-китайское блюдо. Вот. И, значит, пельмени, все-все. А он нормальный. Наш человек. И я смотрю, он наелся, видать, пить не хочет, есть тоже. И лежат пельмени. Ну, несколько. Я там две штуки лежит. Я говорю, слушай, можно я? Возьму. Возьму. Забирай все. Я это вот... Я понял, почему он все-таки выехал в Израиле. Так это вот прозвучало, что я почувствовал, что я еще что-то должен сказать. Может быть, там, тост какой-то по этому слову. Закончик оставить. Да, кстати, да. Он стал все-таки, и тоже стал на концептуальный путь, и он исследует мир концептуальный. Большой человек? Ну, весь. Зря начинал от того чего-то с пельменей. Борькой, да? С двух пельменей. Так что четыре человека — это вселенная. С четырьмя людьми можно заработать 100 миллионов и уходя из кассы. Практика показала. Хороших стартапов. Можно, а только полиция ждет. Полиция? Да. Полиция тоже люди, можно договориться. Ну, миллион триста останется. Им еще что продать можно. Новый экипаж. Запросто. Да, электромобилик, как он нас любит. Ездят 40 килограмм. У нас Киа ездит. Они с 40 килограмм селены на электротяге, а потом, когда гоняются, они включают фарсад. Да. Вот. Как все? Меня зовут Жанна. Я здесь ради любопытства. Я вас слышу за тренингом. Например, в Италии. У вас люди ходят потусить. Класс. Меня заинтересовала тема. Сама ваша скорость. Да. Поэтому я пришла послушать, о чем вообще, как на вас посмотреть. Что-то новое занятие. Слушай, я тоже сегодня был в шоке. Я первый вышел из аэропорта, первый сел в автобус, первый зашел в самолет. Это первый раз в моей жизни. Я должен что-то выпить сегодня. Я еще один в курсе в магазине. Поэтому, смотрите, одна из них. Неизвестная территория. Конечно. У нас все исследуем с мостом. Заходите в первый попавшийся магазин, покупайте первый попавшийся. Ну ты вот. Орелка. Орелка. Ага. Орелка или как? Орелка. У нас номер 103. Не путайтесь, номер 3. Если что. А это медицентская часть? А, 103. Ну, 01-02-03. А у нас 101-103. Куратор. Естественно, что подскорка. Спасибо. Мамасей. Это, на подкорке. Случаи бывают разные. Согласен с вами. Особенно в продажах. Здравствуйте. Здравствуйте. Элина. Элина. Ну, я не знала, пришла. А кто знает Элину такое дело. В хозяйстве привязывается. Просто не понял, какая плохая погода. Думаешь, что делать? На дачу не поедешь, там, на пляже тоже не поедешь. Ну, на пляж. На трансферезе. Правильно? Все. Я приветствую эту тему. Особенно. Я тоже подумал, что дома сидеть? Политали. Флайк. Белая. Все дела. Смотрите. Все, кто реально вот здесь просто по исследованию, вы находитесь в самой лучшей позиции. Да? У вас в самом деле никаких нет ожиданий вообще. Разочараются. Ну, конечно. Да ну, нафигу. То есть, что встали, пошли едут. Вместо воздуха больше будет. А сам я и никуда вас не пущу. Окей, я вас понял. Вы так улыбаетесь. Что я такие влюбленные в основном. Ты только улыбаться любишь? Все любишь. Все любишь? Да. Я тут на 5 дней и так все любишь. А вот и я, к сожалению. Ну, вы жили. Да? Да. Меня зовут Виктория. Да, Виктория. Я очень люблю, естественно, исследовать мир. Поэтому я езжу по разным странам. Вам что, скучно в Кузьминске или по всей? Вообще скучно. Пухляк. Пухляк. Где ты? Туда видишь? Вот. По всем странам. А как ты? Запад, Восток. Да, да, да. Там огурцы будут, там у нас помидоры будут. Да, лампочка загорается и все. Надо ехать. И, конечно, приходится очень много взаимодействовать с людьми. Причем быстро и четко. Конечно же. Так ты будешь обогадаться на интуицию. А если еще к ней подключится какая-то модель и логика, то вообще будет просто. Так, хорошо. А вообще кем работаешь? Подожди. Вот так. Ну как вот так? Путешествие. Приезжаю. Боишь богатые иностранцы. А где ты? Работаешь на людьми, да? Потом. Что вот это за стереотип, что все от мужчин. Мы и сами можем. Хорошо. Богатые иностранцы. Можем по-другому посмотреть. Нет. Я талантливая. Я могу все. Ну просто в «Газпроме» путешествовать и ищет скважину. Гастролю. Короче, у тебя такая психология нестандартная. Просто иногда в племя приезжают сложно с людьми взаимодействовать. Не понимают, что хотят. А вот в племенах? У них есть такие заначки обычно, которые я не знаю, что они дурают. 300 тонн там. Да? А ты мне ручку привозишь? Вот здесь. Шарик. Шарик. Белая ручка. Грани много. Видишь, и все они имеют место быть. Террасы. Друзья, а кто занимается в принципе вообще психологией сталкиваться? Психологией как с прикладной штукой? Ну вот крови у вас. Ну стоит сказать, что крови у вас. Мы всем занимаемся. У кого-то есть образование психолога? Частично. Частично? Да. А это как? Ну там всякие мастер-классы. Да-да-да. Ну то есть интересующийся. Да-да. Интересующийся. Ковыч профессиональный есть? Ну прошедший обучение? Ну прошедший обучение есть. Ковыч. 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 Да. А СЕФ и СЕФ? Да. А ты учился? Дермаш. Ну нет, у Маши себя не уступили. Ученицы дермаши. А, ну, сетифицировался? Сколько учили? Месяцев семь, наверное. Ну, практикующий. Ну, было тогда дни. Ну, для жизни. А инструменты используешь какие-то коучи были? Ну… Ну… Мало. Мне больше зашла инеограмма. Ну вот она, кстати. Вот сегодня я поговорю об этом. Ну, я покажу вам, в чем есть затык вообще сейчас в психологии, в коучинге, в психотерапии. На самом деле, есть моменты сложные, почему люди этих специальностей не зарабатывают. Или мало зарабатывают. Да? Потому что, например, гораздо, я вам скажу, понятнее, проще и легче заработать в будущее, например, бровистым, мизажистом, косметологом, либо вот здесь, чем нежели быть классным психологом, психотерапевтом. Это небо и земля. Уровень образования здесь и здесь разного уровня. Но люди здесь зарабатывают не столько, а эти забот мало. Не знают, как. Не знают, как зацепить. Не знают, как заинтересовать. Вот. Кстати, я так говорила, что у нас еще психологи будут, да? То есть это еще завтра, да? Я вот сейчас не вижу тех психологов, которых я рассчитывала сегодня выйти. Ну, посмотрим. То есть еще… На самом деле, все просто. Совершенно не обязательно вот иметь образование психологическое. Это то, чтобы действовать и помогать человеку. Раньше куда-то приходили к папкам, да? К всяким там целителям, к разным. Просто у каждого человека был свой духовник. Это мог быть священник, это мог быть просто человек некий просветленный или близок к этому, или просто человек тонко чувствующий. Не было такой системы. Просто обуздали это, взяли под контроль на название психологии, кто называли психотерапия, кто психиатрия. На тебе. Но ломают больше, чем восстанавливают. На самом деле. Смотрите, как работает система. Так как у нас сегодня здесь нет проектора, нет у нас телевизоров, у нас есть вы, у вас есть я. Я сейчас вам продемонстрирую момент работы. Я вам просто покажу, какие методы мы используем, чтобы диагностировать, работать. Ну вот, кстати, это то, что будет завтра. Это методическое пособие. Мы с ними работаем. Здесь база основ, с которой мы будем делать дело для диагностики. Ну, это для Казахстана я делал, для Астаны. Это для Льва-Петровска, для Киева. И сегодня мы сделали для Минска. Совершенно в новом формате. Мне понравилось вообще, как оно было сделано. Вот. Есть, например, вот такой вот формат. Тоже необычный. Вот можете посмотреть. Вот формат я делаю для бьюти. Эстетика. Здесь специализированная информация для специалистов. Вот, что-то скажем. Вот. Да, просто посмотрю. И свою работу мы строим вокруг определенной структуры системы. И вот, смотрите, сколько она среди? До десяти часов. До десяти? До девяти. А, до девяти. Отлично. Что я предлагаю? Для того, чтобы показывать эпизодически и идти в структуру, для этого нужно время. А мне хочется дать вам ценность, чтобы вы посмотрели, как идет работа. И сейчас я предлагаю такой вариант. Вы можете принять. Вы можете принять. А мы поработаем в диагностике. То есть, как это происходит на практике. Я сокращу время к результате с часа до двадцати минут, или тридцати минут, и будет возможность поработать с несколькими. Мне очень важно, есть ли кто-то первый, кому хочется поработать, у кого запрос есть. Запрос, ну, смотрите, что я имею ввиду. Вам интересно, да? Я понял. Есть внутреннее некое состояние, и есть какие-то ситуации сейчас в жизни. Динамика. Динамика изменений, потребность в изменения, нестабильность, неустойчивость, изменение в семье, изменения на работе, бизнес, новые проекты, старые проекты. Если что-то происходит, вы хотели бы понять, где вы здесь, да, себя найти. Что-то вы строите, что-то не получается, и вы нестабильны. Вот для того, чтобы вот здесь устаканиться, такой вариант сейчас будет очень хороший для демонстрации, на самом деле. И второе. Ну, да, еще можем заодно с внешностью поработать. Ну, только коррекцию сделать. Посмотреть, что мы можем сделать. У нас есть, знаете, специалисты. Так. То есть, вы хотите? Отлично. Мы тоже. Отлично. Вот тут все хотели, да? Да, это тоже. Все хотели. Я понял. Тогда, 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 смотрите, тогда делаю вот как. Кто первого поднял? Кто первого? От того и танки, да? Да. Мы же не знаем. Кто хочет, я-я-я, к стенке настрелять. Я-я, можно и я, ну и давай ты. Открывай долг. Хорошо. Можно? Выходить? Выходить? Конечно. Жанна. Как сейчас? Жанна. Жанночка. Мы, Жанна, смотри, что мы сейчас сделаем. Нам уже два сольчика. Из-за? Собственно говоря, во время обучения у нас будет ЖК-экран или проектор, подключение, все будет видно на крупном экране. Поэтому смотрите, как идет работа. Я работаю с специальными планшетами и рекомендую так делать. Работать можно без этого, но скажу сразу, что человеку удобно видеть то, что вы делаете. Это принципиальный вопрос. Если для демонстрации, то мы домашних не обязательно, но все равно сейчас будем делать как нам. Как это происходит? Можете вспомнить? Смотрите, прежде чем мы начнем что-то делать, нам нужно фактология. Фактология является фотографией. Для чего? Потому что фотография схватывает момент, и фотография не передает эмоционального состояния. Когда вы только учите сделать физиономический анализ, в любую, возьмите любую книжку, даже если возьмете, самую идите мне, потом, и попытаетесь анализировать, то если вы возьмете по фотографии, вам это легко пойдет. Живого человека возьмете, начнет рассыпаться. Это сложно. В силу того, что вы взаимодействуете еще с полем человека. Вы никуда не денетеся к этому. У вас сразу оценочник появляется еще, потому что у человека есть образ, имидж, предупреждение ваше, отношение к нему. Третий маленький вам секрет сразу скажу. В диагностике, когда вы уже в чем-то соображаете, вы уже можете делать, лучше всего работать по просьбе кого-то. Ну, очень просто. Ну, например, начальник отдела продаж. А есть директор. Директор просит начальника отдела продаж, проанализирует кого-то. Все. Ему это будет легче сделать намного, чем если он это будет делать сам. Я хочу сам. Все. Когда тебя попросили, у тебя появляется как бы разрешение на это. Я вам скажу такую маленькую штуку. У нас есть от природы, ну, Всевышнего, в какой-то момент заложено этап, этапу. Большинство людей, вот мы говорим интуиция, да, мы чувствуем человека. Это когда у вас совесть более-менее чиста, и вы в Божьем промысле живете, высонастроены, вы легко чувствуете, интуиция, это и верите. Есть другие люди, у них тоже интуиция есть, но они не слышат, не верят и понять они даже ничего не имеют. Хотя иногда мы от них учатся в эти три. Мы когда смотрим на человека, он нам нравится, не нравится, мы сразу понимаем, что надо с ним работать, не надо. Вопрос, мы слышим себя, мы слушаемся. Как часто вы не слышите вообще себя? Походу люди себя не слушают. Они слушают свой ум, мозг, фразу. Он говорит, выгодно работать с ним. Это надо. Ты идешь в сделку, и ты попадаешь. То есть, да я же чувствовал, что нельзя с ним работать. Но так устроено, чтобы мы могли легко взаимодействовать и так далее, нам отключили. И вот этот вербальный аппарат, проговариваемый, мы смотрим на человека, но мы не можем в деталях, в компетенциях описать его характер. Мы не можем в деталях. Мы там двух слов связать не сможем. Вот простой пример. Вот Шан, смотрите. Можете сказать два слова? Так вот, если захочется что-то сказать, скажите. Вот какая она? Хищница. Типичная хищница. Хищница, она типичная хищница. Конечно. Очень эмоциональный, очень эмоциональный человек. Так, предпочитает больше действовать, нежели размышлять. Это? Может, легко отдаёт какую-то информацию, поблагодарю. Угу. Я просто слушаю. Да. Ну, это... Что? Не высокомерно, то есть легко общается с людьми. Вот. С какими людьми? С любыми. Легко вызывать разговор неизбирательно к людям. Отлично. Ты сейчас говоришь на чём основном? На внутреннем ощущении? Нет. Это больше на тех знаниях, которые уже есть. Как бы... Ну, по структуре лица. По структуре лица. Что-то актуализируется? Да. Что-то такие вот вещи. Пытаюсь какую-то теорию использовать. Понял. Интуитивно сложнее. Я думаю, что очень позитивно. Вот смотрите, да. Что ещё? Может, скажешь тебе пару слов? Мне кажется, немножечко... Человек неуверен в себе больше внутри, чем снаружи. Мне так кажется. Неуверен в себе это как? Что это такое вообще? Я бы сказала, сдержан. Она где неуверен в себе? С мужем? С другом? С парнем? С подругой? На работе? В офисе? На улице? Где? Ну, не знаю. Я не могу ответить. Мне просто кажется, что человек не знает себя ценно. Реально. Она оценивает себя ниже чем. Смотри, она оценивает себя ниже. А в чём она себя оценивает? В каких аспектах? Не могу ответить. Физика, эмоции, интеллект, решение сложных задач, в любви, в постели. В чём она себя испытывает? Ну, возможно, в любви. Ага. Вот смотрите. В чём разница? Вы чувствуете, что вы говорите? Ну ладно, теперь ещё пару слов. Ну, какие-то неначи. Не бойтесь то, что чувствуете. Просто? Да, она закрыта. Я просто сейчас волнуюсь, и никого не знаю. Нет, нет. Судя по стилю, это не сдержанность, это, как сказать, стенка не достала больше, но это моё уже. Просто мнение, я не осталась. Смотри, закрытая стенка. Смотри, это такое состояние сейчас у неё, или вот как-то? Ну, я же её вижу здесь и сейчас. Я говорю про вас сейчас. А, то есть, сочувствуйте состояние, она вот такая вот, хорошо помню. У неё прекрасное чувство вкуса. Цветовая гамма, юбки и блузочки. Вы сейчас работаете с её, да? Настолько совпадают, это чудо. Это как её? Это большая редкость. Посмотрите, как фиолетовая кофточка с фиолетовыми цветами. С цветочками. Причём здесь есть. Как говорят в Одессе, у вас есть что-то таки сказать. С зелёной кофточкой, зелёные росточки и беленькая. Это говорит о том, что красота лица, внешняя красота лица, соответствует внутренней гармонии цветовой. Всё прекрасно. И что она с этим делает? Жить. Я с вами согласен полностью. Как это она поможет взять её на какую-нибудь должность? Может быть, она закрылась, когда я сказала, что хищница. Хищница – это очень хорошо. Знаете, какие змеи красивые. Их очень любят, задерживают в красивых аквариумах, угощают живыми кроликами. Просто блаженство. Понимаете? Спасибо. Ну, не живыми. Ладно, жареные. На самом деле, для женщины это вообще изумительное. Да-да, конечно. Никто не догадается. Спасибо за ваши сентенции. Они прекрасны. Можно? Да, конечно. Что касается организации. Я думаю, что, например, у такого человека, если она сотрудник какой-то организации, то у всех нас стимулирует что-то своё. Кого-то материальное, у кого-то чего-то там. Вот к этому человеку ей… не деньги у него будут на первом месте, а уважение и признание будут на первом месте. То есть для того, чтобы стимулировать Жанну, я буду сказать, слушай, ну вот без тебя мы не справились бы с этим проектом. Лучше тебя, наверное, это дело не сделало кто-то. Я надеюсь, вы не слышали, пока вы тут передвигались. Я сказала, что это дело. Ну, и слышу. Ключевой здравомыслие – презвый рассудок. Это тебе отнесло. Как ты можешь услышать? Поддержать, да, людей? А компетент? Не она, послушайте, поддержать. Её стимулировать и побуждать к действию. Таким образом. Ей нужно сказать, без кого-то денег. Так, мы тебе заплатим 100к, но ты сделай это. Ей нет. Ей нужно будет сказать, слушай, вот лучше тебя же она это дело не сделала. Никто. Вот если бы не ты, благодаря твоим талантам, там ты-ты-ты-ты-ты. Там, таким качеством, которое у тебя есть, вот ты сделаешь. Вот она сделала, так и сделала. Никто деньги важны. Ты на чём сейчас основываешь? Вот тогда ощущения возникают или это какие-то совместности? Стилистика переложена с анеограммой. Или плетенкой. Мне это кажется. А анеограмма это что? Эмоциональный интеллект у неё привалирует. То есть она эмоциями принимает решения. Кто-то головой, кто-то телом, она соображает эмоциями. То есть это первое, что мы сделаем. А анеограмму ты на чём построил? Как на чём? Внешний вид, в первую, это со стилистикой больше связано. Ну, может быть, голос там, мы не знаем. Хорошо, интересно. Ну вот видите, смотрите, много разных схуждений, мнений, много разных слов. В чём их особенности? Если вы их слышали, их слышали, забывая, то ваши выводы делились на несколько групп, скажем так. Одни выводы касались состояний. Ну, там, красивая, прекрасная, вкусная, очаровательная, светится она. Это вот. С этим можно работать. Это компетенции, то есть это некие качества, с которыми можно как-то оценивать и актуализировать. Это состояние. Это хорошие штуки на самом деле, но это состояние. Второй аспект. То, что вы говорили в роман, по поводу определённых каких-то качеств, я специально не хотел ни соглашаться, ни отрицать силу, потому что это должно быть в чистую сказанное вами. Я тут ни в помню, ни в ваше видение, это не есть моя цель сейчас. Вы слышали, как роман говорил? В этом случае он формулировал не геотезисы и говорил о качествах, да? Почему? Потому что он какое-то время читал оплённые книги, смотрел какое-то видео, возможно, в Ютубе, ещё что-то, может, с кем-то общался, и у него какие-то вот эти слова есть буквы. Вот это вот эта лингвистика есть, он может проговорить то, что у него там. Вот, это важно. То, что вот вы сказали, да? или по поводу того, что есть эннеограмма, или есть некая модель, основываясь на которой можно сопоставить цвета, стиль, привязать ещё что-то и получить некую оценку, да? Это модель. Действительно. Эннеограмма куку-жи – это завозение куку-живо, и она эффективная штука. Она реально работает для своих задач. То есть вы с ней практикуете – хорошее дело. Да. А вы что можете сказать? А мы сейчас поработаем. Я… ой, я вообще могу столько сказать. Капец просто. Времени не хватит. До утра. Я всегда, когда водейцы всегда решил сказать. Вот они подходы. И они все разные. Да? Вы согласны? Ну, во всяком случае, два эффективных, что я услышал. Вот с этим можно было бы работать. Вопрос в том, что… И что дальше? Что ты с этим будешь делать? Чего ты привяжешь? Ну, если взять характеристику, например, больше действовать, чем рассуждать, то можно от этого отталкиваться и… Слушай, а действовать и рассуждать ты сейчас… Ну, я имею в виду, что она предпочитает… С малым объемом информации она может уже начинать оперировать и работать. Отлично. Нежели ей надо больше информации и, так сказать, дать больше времени на то, чтобы потом… То есть, как оперативный работник или сотрудник, который будет принимать решение в ответственных ситуациях, ее можно было бы поставить, допустим, если брать такую конкретную маленькую характеристию. Ну, и дальше можно тоже еще… Ты не говоришь, о чем ты основываешь? Я хочу услышать. А основываясь на отношении структуры лица. Шайные кости. Уровень, например, в макушке головы и лба. То есть, вот этот скос, он говорит, что… Ну, это частично как бы… Это слой? Да, да, да. Хорошо. Ну, чтобы я хотя бы… Я стану сделать. Спасибо. Тебе удобно там? Да, да, нормально. В общем, смотри. Так, что мы сейчас сделаем? Вам видно? Видно, да? Смотрите. Для того, чтобы мы могли поработать… Нам необходимо сделать фотографии. Мы будем периодически к ним обращаться. Ну, а так как мы здесь, будем взаимодействовать в таком… В визуальном решении. Ты, пожалуйста, на меня сейчас посмотри. Смотри в глазочек. Угу. Вот так. Ушки, чтобы… Не улыбался? Нет, конечно. Пусть расслабься. Улыбки нам сейчас, где можно. Пусть расслабься. И как будто бы нет тут и все. Хорошо? Теперь посмотрим, кто там… Делается три фотографии. Иногда достаточно две. У вас есть? Сейчас, чтобы я поймал вот эту стеночку первую. Чуть-чуть выше голову. Так, немножко… Стоп. Ага. Чуть-чуть меньше… Чуть-чуть… 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 Конечно. То есть, бывает такое, что у человека сильная диспропорция. И для определенных дел, когда вы только начинаете аналитику, вам важно посмотреть две стороны. Видеть, что там. Потому что, например, для меня не принципиально фотографировать с другой стороны. Для вас это может быть принципиально важно. Увидеть там нечто другое. Фотографии мы сделали. Теперь я загружаю программы в программу. В данном случае это самсунговские приложения. Вот они позволяют делать… Видно? То есть, я отключу поворот экрана, и так нам будет разговаривать. Теперь мне нужно погрузить вашу картинку, вашу фотографию. Видно, да? Угу. То есть, в данном случае я делаю выбор. Выбираю три фотографии. И здесь в режиме редактирования я их сейчас расположу. Да для того, чтобы вам было видно, что мы будем делать. Они-то тебя видят, а ты себя не видишь. Важно, чтобы ты себя видишь. Вот. Я делаю кадрирование, потому что фотографии они большие. Нам это не нужно, нас интересует. В первую очередь, нос, подбородок, линия роста волос здесь и ухо. Вот так. А зеркало хуже? Что значит зеркало? Ну, если бы в помещении было зеркало, она могла бы на себя смотреть зеркало, а вы бы... А вы бы куда смотрели? В этот момент? Куда смотрели? Например, про индивидуальные какие-то? Суть состоит в том, что мы здесь для того, чтобы научиться делать это исследование, как не только для себя, как любимого. Вот вы, например, занимаетесь продажами, да? Вы в домашнем режиме делаете то, что вам нужно. В любой момент можете актуализировать. То есть, что я делаю? Я сейчас располагаю оператив, просто хочу увеличить для того, чтобы вам было все видно. Я пристыковываю. То есть, смотри, Наталья, если у нас был бы сейчас экран, мы бы тут видели просто. Да, понятно, понятно. Завтра будет экран. Да, мы будем работать, у нас будет экран. Вот, все, я располагаю сейчас. Смотри, это вот у нас. Симпатично? Угу. Мне нравится только позитив. Когда человеку себе не нравится, я говорю у клиентов, слушайте, говорю, да не смотрите вы. Обычно камера, она же широкоугольная и картофокусная. И получается, она рвёт, она лицо немножечко как бы выворачивает. Получается, человек и твой декой не у нас не будет. Я говорю, да как она боится? Ты главное виден? Все видно, все видно, все видно, все. Можем работать. С этим можем работать. Так, есть. Ну все, уже сейчас начнем. Фотошопинг, если сейчас фотошопинг. Фотошопинг закончится, да, сейчас начнем. Работу, работаю. Так, есть. Делаем. Все. Я поставлю свой магазин сюда. У меня есть определенный процессинг, который придерживаюсь. Стандартная процедура. Я просто еще не делал тут как бы заглавий специальных и так далее. Потому что в консультации необходимо вести учет и контроль. Т.е. все как консультации записываются на видео. Т.е. мы фиксируем нашу работу. В данном случае, как это происходит. В данном случае, как это происходит. Видно, да? Все, она активна. Я ее сейчас включил. Видишь? Все. Сейчас идет запись. Все, что мы здесь сейчас будем делать, здесь будет записано. и потом получше в качестве записи. Хорошо? Дальше смотрите. Я сейчас буду стараться вам здесь показывать. Хорошо? И буду это немножечко показывать тут в силу технологических возможностей. Так. Скажите, линии видно? Видно? Угу. Видно? Угу. Я покажу здесь. Ну, здесь видно? Угу. Ну, и все. Хорошо. Итак, смотрите. А почему? С вашего позовения. А водитель может? Привет. Спасибо. Нет. Нет. Спасибо. Спасибо. Нет. Спасибо. Спасибо. Вы можете воспользоваться переводителем. Согласен. Смотрите. Здесь вот есть такое желание какое-то, внутреннее или не знаю, как это желание у вас реализовывать вот на эти навыки, знания профессиональные. В том смысле, что, допустим, а, зарабатывать на этом напрямую, оказывая услуги, консультируя. Второе, это использовать технологию в своей работе и зарабатывать дополнительные деньги, увеличивая ценность вашей работы. Ну, то есть официально внедряя ваш труд. Вот то, что я сейчас с вами на косметолога, не там, люди-эксперты. Там они это у нас уже нащупали в Украине. То есть там в Киеве, в Харькове, здесь, в Европе, увидели, как это работает, начали уже использовать. И сейчас мы наращиваем систему обучения эту. И, то есть там понятно. И вот мне тут вот хочется узнать у вас. Потому что вы можете использовать свою методику и желать ее так использовать, чтобы вы могли четко понимать, что да, я вот благодаря вот этому больше беру за свою работу, денег, либо делаю ее качественнее, либо могу аргументировать, то почему я вообще такой выбор сделал. Что из этого вам интересно? Второй вариант. Четко для себя представление иметь о том, кто рядом с тобой находится, анализируя и имея представление, использовать это в том направлении, которое нужно тебе самому. Отлично. Скажите, пожалуйста. Более качественно делать работу, может быть, что-то новое привнести в то, что делаю сейчас. Да, хорошо. Смотрите, момент консультирования, он разный. Вот если сейчас мы находимся в психологии в коучинге, то, например, вы когда находитесь с клиентом, вы находитесь с ним тоже в его целях, его значениях, но вы ему проговариваете, как бы обрисовываете его будущее, его картину в рамках его ситуации или его реальности, а описываете то, что вы ему делаете. Вот в этом вся разница будет всего лишь. В вашем случае, когда вы вступаете в переговоры с человеком, у вас есть возможность вообще в принципе заранее взять и поработать с портретом? Во многих ситуациях есть. Есть такая, да? Да. И это принципиальный вопрос. Потому что когда вы с человеком только встречаетесь, только начинаете с ним вот так вот. Вы познакомились сейчас с человеком? Я тут сразу рекомендую работать на уровне сердца. Вообще не париться. То есть не надо вот туда ничего навесить. Это бесполезное занятие. Это обман, лохотрон и разводняк. Узнать человека за две минуты – это бред собачий. Это не работает. Вы выхватите какой-то гоменантный признак, и он вас уйдет в логику этого признака. Вы пойдете в динамику, например, бронь дугообразная, ломаная, у него такая-такая. Все, вы это схватили, и вы в динамике этой логики будете даже с ней общаться. Но это не так. Потому что как только вы в переговоре начнете обсуждать вопросы не управления, а, например, территориальности, все, это не помогает никак. А вы будете в динамике и вы в эту силу. И приехали. То, что я рекомендую – почувствуйте человека на уровне вот такого ощущения. Как? Если вы практикующие переговорщики, вы это чувствуете. И вот как только вы начали с ним уже работать, вот тут можете попробовать холодным взглядом то, что я отдаю в систему, по системе его разложить. Поверьте, это будет нереально сложно. Честно говоря. Но если вам удастся выхватить его фотку, селфи с ним сделать или вытащить его в фейсбуке где-то, ну свеженькую, в пятилетней давности фотка не годится никуда вообще. Ни к себе не коротко. А? Люди меняются. Там актуализация будет другая. Ну хотя бы год, годичный, хотя бы годичный давность. Ну это минимум. Надо свежать что-нибудь. Месяц, два, три. А лучше вот сегодняшний год. И поэтому берете фотку и с ней работаете. Вот тогда вы все вытащите. Итак. Фотографии есть, все есть. У меня такой вопрос, что привело у тебя? На этот стол. Ну вот сюда, да. Что там? Ну все в том, что у меня в начале года поменялась должность, и на работе стали по-другому относиться. Ааа. Какие-то шелеси отношений. Куда оно все покатилось? Вот. Куда оно покатилось, я хотела бы узнать. Либо я поменялась и не понимаю. Ты это меня знаешь? Когда у меня, скажи. Ну вот можно спекаться. Внешне поможет, я не знаю, просто ответить. Все же заношено. Хорошо. А все будет хорошо? Конечно. Куда оно не было покатилось? Да, и выше. К шару покатиться и все равно свой угол обернуть. Как это найдешь свою пулька? Хотела бы максимально эффективно. Ааа. Быстрее припетиться. То есть в этом, знаешь, как он называется? Бинга? Боулинз это, да? Бинго. 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 Хорошо. А мы можем по конкретному? Вот сама здесь. Бинго. Да, вот ты в офисе, ты в компании. Что там случилось? Спортные соглашения. Я не понимаю. Что здесь случилось? Ну, в морду вы набили. Ну, плюнули в суки. Что происходит? Ааа. Общались с некоторыми людьми очень близко. Ну, как друзья, как хорошие коллеги. Да. И потом люди отстранились просто. Ну, вот пример можно привести такого, отстранились? Да. И на запранили. Дорогались все время, заходили друг другу в гости, а потом просто человек перестал заходить. Это вы где заходили? Вы заходили в офисе? В кабинет. Да. В кабинет друг другу в гости. А у вас за пределами офиса есть вообще? Нет. Только в офисе. Смотрите. Мы сейчас как бы заходим в диалог. Да? Потому что, смотрите, есть такое понятие, я его ввел, называется квадрант трансфессионной диагностики. Квадрант – это квадрат, состоящий из четырех граней. Квадрант, да? То есть, в нем есть четыре аспекта базовых. И эти аспекты, они важны. А аспекты откуда? Они растут тоже из коучинга и психотерапии. Потому что, когда вы с человеком взаимодействуете, особенно в жилую, когда вам это нужно, вы должны понимать четыре базовых штуки. То, чтобы поддержать, помочь или же отразить человеку его ситуацию, в конце концов. Для чего вы еще нужны? Ни в коем случае не советовать, не навязываться, да? Вы зеркало. Вы максимум в зеркало. Да? Я максимум в зеркало твое. Здесь. Вот. Если позволишь, я могу что-нибудь напоминать. Но, опять-таки, это не про то. Вот, смотрите. Есть жизненная ее ситуация. Называется реальность ее жизни. Она пришла ко мне. Вы встретились с человеком на переговорах. К вам пришел сотрудник устраиваться на работу. К вам пришел клиент. Тут приехал телень. Вот. У каждого из них есть реальность. Ситуация. Жизнь. Окружение, да? Вот смотрите. Реальность. Картина мира. Карта жизни и окружения. По возможности надо вытащить. По максимуму оттуда. Как некоторые физиогномисты или кто-то выражается. Особенно в интернете любят говорить. Надо вот. Берете лицо и чистый хардкор. Да? Только лицо. Только хардкор. Это бред. Это бред только потому, что это гордыня и эго. Это как многие тренинги, особенно мужские, на выживание. Да? Я смогу, я пройду. Я смогу, я пройду. Это как прокачка эго. Это не дает на самом деле учет жизни. Ты и так все можешь, ты и так все пройдешь. Когда сложится. Не в этой, а в другой жизни. В общем. Надо по максимуму человека узнать. Ну, поговорить с ним. Понимаете? Потому что надо спросить, что вообще происходит. Дальше есть методы, как разговаривать. Есть подходы разные. Но в данном случае мы находимся на сайте узнать вообще, что происходит. Что? Что в ней? Чем он отлежит? Чем живет? Хорошо. Есть еще второй аспект. Ну, грубо говоря, находится в левой части квадрата. Ее реальность жизненная. Что еще в твоей реальности есть? Солнышко. Потому что она хочет показать. Где живешь? В Минске. Хочу дом свой строить. Отношения, семья? Да. Есть муж. Как отношения? Нормально. Ну, нормально. 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 Всегда можно, да? По-другому, но хорошо. Да. Отлично. В общем-то, что нам еще нужно? Здесь работа. Здесь запрос по бизнесу. И что еще есть? Смотрите. Есть второй аспект. Это то, что суда ее ввину. Это намерение. Намерение вот тазу чего. Да? Вот хочу понять на что. Хочу изменить. Хочу что? А вот что ты хочешь? От всей ситуации в целом. Не конкретно об этом. Может быть, вот это поможет мне понять ситуацию. Мне кажется, что я не поменялась. Почему? Видимо, поменялась. Потому что окружающие стали по-другому реагировать. Вот. Собственно. Ну хорошо. Ты не поменялся. Не поменялись. Я не поменялся. Нет. Я услышал, что тебе не очень… Тебе не нравится, что… Я не могу понять, что по мне поменялось. И почему у людей реакция поменялась так? Да вы светитесь счастьем. А не за бед, что нужно. Мне нужна нормальная коммуникация. Да. Тебе не нравится, кто тебя принимает? Да. Ну, с этим связана, как бы, в том числе и гладкость работы. Хорошее взаимоотношение в коллективе. Жанна, я извиняюсь. Вы статус поменяли? Мы висели в должности. Да. Статус поменяли. Вы ушли на другой уровень. А хотите отношения с окрайнейшим? Хорошо. Спасибо. А на какую? Да. Что там? На начальника? На начальника чего? Ну, отделом. А хотите остаться в подружках? Может так. Определитесь. Я понял. Смотрите, смотрите, смотрите. Вы начальник. Как хотелось спросить. Друзья мои, друзья, друзья, друзья мои, друзья мои, когда мы с вами находимся в работе… Единственное, что могут вот такой-то документ не принести, как-то подставить подло. Вот это гадит в работе на самом деле. Я вас благодарю. Смотрите. Здесь очень важно, что вы… Смотрите, вообще у нее на самом деле все нормально. Она… Она отлично… Вообще, когда хотя бы и не плачет, то уже и все. Я прошу. Все у нее. Пожалуйста, милые мои, не советуйте. И мне не нужно этого делать. Или не будете. Здесь нет запросов, посоветуйте мне как жить. Да, я тебе счастливый. Человек получил должность нормальный внук. Зарабатывает, рост, карьера, все нормально. Вот сейчас мы находимся на втором этапе. На первом этапе мы без суждения, без советов, без всего искренне интересуетесь, что с человеком происходит. Вы интересуетесь, кто к вам пришел. Искренне. Вы искренне интересует, что джентльмен вам заехал в должность или же… Вы пошли на переговоры. Вам искренне интересен этот человек? Вы хотите с ним… Ну, хотите ему IT-технологии, да, внедрить. Ну, вы искренне хотите. Если вы не искренне хотите, нахрен вам вообще трансфизика и все остальное. Просто впарили и пошли. То есть мы канадские пылесосы не подаем. И так, смотрите. А чего это? Второй уровень – это намерение. У нее есть намерение. Но важно другое еще. Нужна цель. Очень часто к вам приходят девушки – хочу вам. Хочу вам. Как часто у них есть именно цель? Кроме вот желания, намерения. Конечно, есть. Я говорю, как часто у женщин бывает цель сформулированная зачем? Что в итоге? Когда вы говорите, что вы стоите конкретно? Вот эти приходят и говорят, смотри. В общем, мне нужно вот этот… Я хочу себе вот здесь… У меня ситуация… Мне нужно сейчас, короче, босса за шматак взять вот так, да, чтобы меня подняли в должность. У меня вот такая ситуация. У меня цель сейчас – просто его вам сразить. Вот эта цель конкретно сформулирована. Как часто женщины без цели обращаются, лишь с намерением. Почему сразу женщины? Мужчины. Хорошо. Слушайте, я думаю, что в Украине мужчины чаще обращаются к косметологам и бровистам. Мне кажется, что всегда они обращаются. На самом деле, никакого сексизма женщины почему-то, потому что 90% ваших клиентов, я имею в виду визаж и бровистика, например, да, и косметология, да, все-таки женщины, а не мужчины. Так вот. По вашему ощущению? По моим ощущениям, 90% приходят с целью, даже если они ее не озвучивают. Смотрите. Остальные случайные прохожие, которым по сути это не надо, и они не задерживаются. Хорошо. Как вы считаете? Женщину, я имею в виду следующее, намерение и целью. Как часто вам приходится искать эту цель с клиентом? Ну, я солидарно искать ее. То есть, она определенно есть, это целью, но они согласны, они всегда будут ее четко сформулировать. И ты в процессе понимаешь, что… Вот давайте сейчас озвучу то, что вы сейчас мне говорите. Вы говорите, что девушки приходят, у них есть намерение быть, ну, они хотят красивее, они хотят вот какую-то новую бровь, новый цвет волос, хотят что-то вот сделать. Они хотят. Это намерение. Они хотят быть счастливее, они хотят быть… Это тоже некое намерение. Цель – это когда у нее там где-то есть, но она ее не актуализировала. И вы помогаете ей ее актуализировать. В разговоре с вами это влазит. Зачастую, да? Ну… Да. Это говорит о том, что они, когда приходят, у них цель не сформулирована. Не сформулирована. Без вас она даже не актуализировалась. По моему опыту работать с косметологами и бровистами, у большей половины женщин в момент прихода к специалисту никакой цели сформулированной нет, а есть намерение. И они очень рады, когда мастер помогает эту цель оформить. Да. Потому что когда вы делаете бровь, лицо и так далее, вы по сути эту цель и прорисовываете. С ней вы делаете ее структурой. Просто она вместе с вами, как с мастером, обретает эту цель в ее формах. Четко смысл. Вот и как бы здесь, да? Сейчас находимся в диалоге. У вас есть намерение, да? Понять, да? А вот тут две цели могут быть. Цель на сегодняшнюю работу и цель на вашу, на вашу работу деятельности. Зачем вам это нужно? К чему это приведет? Если, допустим, вы узнаете. Представьте, что вы узнали, вы поняли, вы почувствовали, что в вас такого или что в них такого. Как это изменится? Что это даст? Ну, дальше я решу, что с этим делать. Стоит ли мне самой меняться или менять свое отношение к этой ситуации? Сделать очередной выбор. Да. Ну, то есть, для меня комфортное отношение на работе – это важно. Тем, чтобы было право, что, да, для меня важно именно на взаимоотношениях. Хорошо. Окей. И смотри, а что для тебя будет, вот у нас есть время, допустим, оставшиеся, допустим, 10 минут, 20. А что для тебя было бы наилучшим решением за это время? Что бы ты хотел? Узнать. Какие есть варианты? Узнать. А. Звонить другу. Б. Тоже из зала. А. Цель разобраться самой. А. Я выбираю цель. А. Спасибо за внимание. Спасибо, что послушали. А. А. Да, да, да. Именно так. Это вот, знаете, у женщин, они всегда так очень люблю с ними разговаривать. Они сами задают вопросы, сами на них отвечают, рассуждают, причем, главное… А. 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 М команды и так были в моем подчинении. Поменялся просто статус. А. А до этого статуса не было? А. 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 А у нас по-другому воспринимается. То есть всего лишь поменялся статус? Хорошо. Смотри, но ты до этого вплотила линию? Сколько человек? Двое. Двое? Отлично. А какие-то еще ты на себя ответственность взяла? Материальные? Ну, материальные нет. Но да, ответственности стало больше. Хорошо. Смотри, постараюсь показать вам и тут, и тут. Что мы делаем? Самое первое, необходимо посмотреть, какова динамика сфер жизни на сегодняшний день. Потому что, куда бы она ни шла сейчас, на какие должности, но есть определенный сейчас статус. И ее внутренний статус проявлен в уровне. Смотрите. Есть уровень. От подбородка до кончика носа. Следующий уровень – от носа до бровей. Следующий уровень – от бровей до линии острого носа. Тут или вот здесь. Теперь смотрите. Какой больше? Можно прям вот так. Средний? Да, средний. Смотрите. Это материальная сфера, социальная и идейная. Это область действия, взаимодействие с информацией. То есть, на сегодняшний день, как бы там ни было, у тебя активная сфера – это социальная, это коммуникация, это взаимодействие с людьми. То есть, ты в обществе, ты в систему отношений. Не деньги, не материальный ресурс, не контроль вот этой всей территории, а сами коммуникации. Поэтому, смотрите, друзья, когда человек переходит в статус руководителя, но он сохраняет статус человека социального, он не может опереться на жесткость и не может опереться на территорию. Сказать, вот это мое, и я буду у вас финансовывать или как-то там. Нет, для нее по-прежнему отношения остаются первыми. Поэтому, когда она руководит, она получает обратную постоянно связь, и она думает, я вписываюсь в этот процесс управления или нет. Люди-то бессознательно видят, что она, как человек, материально ответственный сейчас, как быть, она еще не состоялась. Она как была, ей как было важно быть кем-то, так и осталось важно быть кем-то, еще долго будет оставаться важно. И на этом можно ездить. Они чувствуют, что она в этом плане, она слаба. Но, когда ты осознаешься, что это твоя сила, я покажу тебе она, то это будет обратная ситуация. Есть очень много людей, руководителей гидранского уровня, у которых социальная сфера колоссальная, а материальная маленькая. Но они осознают свою миссию и создают что? Благодаря идейной сфере создают идеологию. Когда руководитель является идея, идеология, он может через социум влиять на материальное. Потому что, посмотрите, можно на меня прямо посмотрите? Окей, вижу. Смотрите, вот мы посмотрели уровень. И вот мы четко видим отношения. Я выделяю их обычно зеленым цветом. Вот этот уровень, все. А уровень красный, это низкие частоты, низкие вибрации. Вот он, маленький вид. Если пойти на идейный уровень, посмотреть, то тут я беру голубой цвет и выделяю. По сути, вот это первое место, это второе, а это третье. Но, это динамика значимости. А есть еще ресурс. Надо посмотреть, где она ресурса. Давайте посмотрим. Где, в какой части лицо наиболее широкое? В какой части? И есть ли вообще разница между сферами по ширине или же нет? Ну, у нее и нижняя челюсть тоже ничего развернута. Тут уголочки есть. Теперь смотрите на фотографию. Почему я вам говорю, смотрите, фотография показывает другую картину. Видно? Какая у нее часть лица наиболее? Вот. Нет? Нет. Я сейчас, я уберу боковые линии сейчас. Вы увидите. Ну, вы уже сказали это слово. Сейчас. Вот, смотрите. Видите? Да, тут кажется. Теперь смотрите. Вот. Вы так не видите. Понимаете, когда вы смотрите на человека, вы видите, у вас мозг видит целую сторону. Вам сложно выделить что-то. У вас глаз не набит элементарно. Когда вы пропустите сотню людей через себя, вы уже будете видеть. А тысячу людей еще. А десять тысяч – все. Вы уже мастер. А, я поняла, почему я это сказала. Я считала информацию, что о вас думают ваши коллеги. Простите меня. Теперь смотрите. Она ресурсна в отношениях. Вот она, смотрите. Она и была ресурсна. То есть, смотрите, для нее коммуникация в социальной группе важна? Важна. Кто она в группе важный? Важный. Ей хочется реализоваться в общем-то. Ей интересно с кем? Если человеку по барабану с кем-то, он будет париться по поводу как не надо? Нет. Нет. Мы сейчас трогаем структуру лица, таких как нос. А нос – это эго. По нему видно, как подстройка идет. А мы не берем вообще никакие признаки сейчас. У меня просто структура. Мака. Вот и все. То есть, это важно. Теперь поширени. Она ресурсна. Ресурсна. То есть, там есть платформа. А там, где платформа, там и хочется тусить. Понимаете, хорошо в отношениях. Так не хочется уходить оттуда. А тебя подняли в должности. И теперь ты должен что? Требовать. Теперь ты должен, да, заставить их действовать. Понимите меня правильно. Где взять этот ресурс, казалось бы. Поэтому они на нее смотрят. Слушай, какой из тебя барин? Ты ж такая, ты ж как мы тут. И все. Понимаешь? Уже на этом строится антагонизм. Потому что есть такой, законы Паркинсона. Знакомы? Хорошая книжка есть. Рекомендую. Она небольшая. Там показан уровень некомпетенции. Что каждый человек, рано или поздно, достигает своего уровня некомпетентности в плен области. Примеров тема. Когда хорошего учителя в математике, он там, кстати, приводит пример. Делают, ну, учитель Годен, в Соединенных Штатах Америки, например. По математике учителем. И его делают директором школы. А вот все капец. То есть, школа потеряла навсегда учителя математики и приобрела дерьмо учителя школы. Директор. Все. Капец. И вообще, пардон, есть люди, которые просто, ну, прекрасно с детьми, но взрослыми управляют. Не умеют. И наоборот. Итак, смотрите. Зафиксировали два параметра. Хорошо? То есть, смотрите, какая значимость? Какая сфера активной? Социальная. Социальная. Вот видно. По ширине какая? Она же социальная. Смотрите. Там уже много всего. Отлично. Давайте посмотрим ее структуру. Внутрь. Это просто делается. Вот мы смотрим на лицо сейчас. Я здесь нарисую. Вы берете переход. Ну, какой цвет? Вот я возьму голубой. Вот здесь, смотрите. Вот он. Вот нос. Вот горбинка. Тут хряч заканчивается и есть переход. Вот он. У всех по-разному. Вот у вас коротенький. У вас очень маленькая пимпочка носа. У вас побольше, острее. У вас еще, да. У всех своя. Но она вина. А переход после этой пимпочки? Конечно. Вот она граница. Да, она граница. Более тоненькая. Есть люди. За верхним исключением, где не видно. Но там тоже можно вычислить. Если анатомию знаете, то можно... Смотрите. А когда мы работаем с лицом, мы работаем только с тремя вещами. Ну, как максимум. Мы работаем с формой. Да? Мы работаем с пропорцией. Не, с любой. С любой частью лица мы работаем с формой. Мы работаем с пропорцией. Мы работаем с динамикой перемещения относительно другое. А. И четвертое. Мы работаем с цветом. Больше ничего нет. Не существует. Просто, напросто. Это интерфейс. Это как компьютеры. Есть четыре аспекта. Вы с ними постоянно работаете. Все. Имейте в виду. А цвет мы с ним работаем? Цвет? Цвет чего? Вы цвет можете видеть? Да. Вот мы с ним и работаем. А цвет чего? Глаз. Можем. Вы же сами. Вот ты сейчас отвечаете на вопрос. Я расспрашиваю. Нет. Вы отвечаете. Уже. Я работаю. Женщина тоже. Цвет глаз. Цвет роней. Цвет глаз. Цвет бровей. Цвет кожи. Цвет. Ты все ответил. Что вы мне еще говорили? Цвет может. Можем. 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 Каждый из вас уже специалист. Деланный от природы. Вам не надо ничего. Вы как ребенок родился, он уже ходить умеет. Просто в нем не актуализировано это качество. Автомобиль даже. Даже самолет когда рождается, он надо научить летать. Да? Алгоритмы должны начать работать. Даже если он правильно сделал. Теперь смотрите. Фишка в чем? Мы смотрим теперь вот эту центральную. Мы хотим понять, а что в отношении и кто для нее там важен. личное отношение, командное или вообще в целом. Вы берете уровень и отделяете вот эту вот границу. Вот она. Видно? Видно? Хорошо. Маркеры есть? Маркеры есть? Обычные. Маркеры есть? Не боишься? Ты же смелая девушка. Присывайся. Идешь в семью. Водно-растворимые, да? Водно-растворимые. Вот. Смотрите. Видно, что то я сейчас сделаю? Не буду снимать. Видно или нет? Ребят, видно или нет? Отделю. Я просто провел горизонтальную линию сейчас по вот этой штуке. По переходу хряща. Вот таким. Вот. И еще одну линию я провожу по линии глаза. Видно? Угу. Вот она. Смотрите. Линия глаза. Теперь, мать, скажи, я покажу о том, что. Рисовать лица? Нет. Даже не на глазах. А то у меня глаза энергетят. Не буду. Вот, смотри. Щекот. Видно? Может, клады будем? Я сейчас татуировка. Нет. 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 И вот линия пошла. Видно? Вбок можно посмотреть? Вот смотрите. Вот она граница раз. Вот граница два. И вот будет граница три. Вот эти уровни. Вот между ними разница какая. Видите? Вот. Вот что имело видно. Хорошо видно? Отлично. Но на фотографии... Можно чуть-чуть? Чуть-чуть добавить. Да, да, да. Ну, конечно. Конечно. Ребят, здесь просто они неудобные и щекотные. Но я просто саму идею вам показываю. Смотрите, что получается. Леонид, у тебя десять минут еще. Десять минут еще. Десять минут на ней, да? Да. Или вообще? Вообще десять. Хочу десять. Пятнадцать. Смотрите. Видно, да? Что мы сделаем? Мы посмотрели, что нижняя вот эта часть, это тоже область действия, взаимодействия и информации. Это фрактал. То есть, что такое фрактал? Это самоподобная математическая структура. Она повторяется все время. В каждой части можно повторять? Да, да, да. Конечно. Вот, например, смотрите. Действие, взаимодействие, информация. Материальная сфера, социальная сфера, идейная сфера. То же самое здесь. Пошло что? Пошло действие. А действовать в отношении как? Только с одним человеком. Называется взаим... Межличностные отношения. Потом что идет? Команда, это взаимодействие. И потом идет что? Общесоциальное. У нее, получается, межличностные отношения очень важные. Вот, смотрите. Видно? В таких случаях, что можно рекомендовать? Когда ты вступаешь в отношения с людьми, тебе не необходимо выбирать из всей группы человека. Через которого ты будешь? Через него влиять. То есть, не брать вот эту всю такую. Пусть они там хоть на голове стоят. Конкретно вот Вася взяла. Вася и работаешь. Да. И на него влияешь. И он на тебя будет смотреть и чувствовать. Да, она это может. Межличностно. Вот как, например, у вас. На вашем уровне. Точно, смотрите. Видите? Нос. Высота вот этой структуры. Подушечки. Не важно. Мы же смотрели. Не кривизну сейчас. А кривизна тоже важна. Окей? Увидели? Все. Теперь смотри. Я сейчас вам проявлю. Вы где-то ждете. Спасибо. А посмотрите, что это на меня. Хорошо. Пошел. Смотрите. Мы сейчас находимся. Так. Упал? Где он? Не-не-не. Точно. Да. А он у тебя. Точно. Тут и нос самый широкий. Смотрите. В нижней части. Она и ресурсно там. То есть ей туда надо идти в вежличностную коммуникацию. Меньше брать на себя коммуникацию с группами. И она сможет быстро там двигаться вообще. Оградить себя конкретными людьми. Только с ними работать. И вообще не смотреть ни на кого. Просто игнор помню. И пойдет дело. Теперь смотрите дальше. Мы сейчас смотрим макроструктуру. Вот завтра у нас первый день мы работаем с макроструктурами. Второй день мы работаем с микроструктурами. Это то, что в них входит. Нос там. Лучшие позиции. Следующий день мы работаем вообще просто постоянно в диагностике. Это компетенции. То есть это вот такие вещи, как стрессоустойчивость, например, взаимодействие с группами, подстройка, ведение. То есть умение видеть вот эти комплексы. Так? И соответственно я буду рекомендовать приводить людей, ваших друзей, знакомых или еще кого-то для диагностики. Чтобы мы вживую работали с комплектами. Так? Так. Теперь смотрите. Очень важно человека смотреть в профиль. Что вы можете увидеть? Очень легко. Первое. Просто переводите. Смотрите. Вы ее лицо сейчас видите здесь? Видите? Угу. Смотрите. Вы проводите вертикальную линию. Так. И сейчас посмотрим здесь. Может прямо? 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 Так. Чуть голову выше. Хорошо. Смотрите. Вы проводите. Вы проводите линию. Теперь ты на меня можешь смотреть, чтобы она не видит. Просто проводите вертикальную линию. Так? Визуально можете провести. нос. Нос не трогает. Все. Вы его не видите. Что у него выступает? Самое первое. Собородок. Угу. Собородок. Собородок. Нет. Ну вот синяя линия. Что там? Собородок. Нет. Первая линия. Ну вот это первая. Губы? Да. Губы. Губы? Да. Да. Губы. Верхняя губка, по-моему. Да. И верхняя и нижняя. Они у нее почти одинаковые. Они у нее почти не отличаются. У нее верхняя выступает больше, нижняя меньше. Я сформулирую так. Смотрите. Если смотреть, получается, что у нее какая сфера выступает? Вообще нет. Еще раз. Если губы, то какая сфера выступает? Лишняя. Потерянная сфера. Потерянная сфера. Область действия. То есть что такое сфера? Сфера – это сфера жизни, сфера интересов. Но если вы видите, как она активничает, вас интересуют действия в таком случае. Тогда это область действия. Это два названия одного и того же. Существительная и глагольная форма всего лишь. Она – сфера действия, окей. А где социальная сфера? Как ее может поменять? Как вы думаете? Так при помощи чего? При помощи… Есть версии? Да. Хорошо. Я нарисую. Ну, социальная получается где-то там в том районе, где… Которые за общение… Да, да. Смотрите, вот она. Нас интересует, в первую очередь, скулы. Вот. Вот. Скулы. И интересуют глаза. Скулы интересуют, как социальная доминанта. Насколько она активно влияет на людей, импульсирует и детей. А глаза интересуют, как впечатление, образы. Она… Насколько она воспринимает. Отстранен. Да? Вот так. Или же она вовлекается. Или она прямо, прямо, активно воспринимает так, что прямо залазит в отношении души, как говорится. Не сдерживает себя. Как? Да, отстранен. Смотри. На самом деле, это не такая уж и проблемка. Смотрите, что здесь происходит. Вот. Видно сейчас? Нет? Я нарисую. Я сейчас вот так увеличу. Может быть, другую часть лица. Вот, вот здесь. Видно сейчас? Да. Смотрите, что происходит. Так. Раз. Два. Три. И вот сюда. По сути, есть вот такой уступ. Видите? Уступ. Он небольшой, но он есть. То есть, если я проведу две вертикальных линии сейчас. Одну через губы. Так? И она что еще касается? Ну, два. То есть, она идейно активна. Она готова воплощать. А что отстранено? Глаза. Ну, два. А? Глаза. А что такое глаза? Толбас. Теперь смотрите. Есть понятие в Танцфесинге. Ну, и я беру понятие. Это импульс. То есть, любая структура имеет импульс. Но импульс может быть иметь... Это же вектор. Смотрите. Импульс сюда, а может быть куда импульс? Обратно жмуч? Да? Внутрь. Так вот скажите. Какая структура активна? Выпуклая или волнуто? Выпуклая. То есть, то, что выпуклая, то активна. То, что волнутое, пассивно и вообще впитывает, да? А то, что прямо, то что? Нитр. Баланс. 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 Я там делал анализ в Фейсбуке Дональда Трампа. Можете ее посмотреть. Я показал, что Дональд Трамп сбалансированный человек. Хитрый, сбалансированный тип. У него все точки почти на одном уровне. Все абсолютно. Ну, там чуть-чуть у него бровь немножечко выступает. Ну, такие идеи не сбалмошны чуть-чуть. Но. У меня тоже прямая линия. Посмотрите. Кроме лба. На одном уровне. Видите? Это тогда, когда есть такой баланс, всегда есть выбор. То есть, человек получается, у него нет доминанта. Ему не надо быть обязательно таким. Он хочет такое, хочет такое. Хочет такое. Хочет в делах импульсных. Хочет в отношениях. Хочет там. Сильная штука. И человек вводит в заблуждение очень многим в свою вот эту игру. И все. Теперь смотрите, что здесь. А здесь у нее есть специфика. Вы согласны? То есть у нее, вы правильно сказали, материальная сфера выступает. То есть, друзья, она активна сама или активна с кем-то вместе? Она очень социально. Сейчас, сейчас, сейчас. Что выступает? Нет, посмотрите. Социальность и высота – это значимость. Вот мы смотрели. То есть ей важно быть в социуме. Понимаешь? Ширина – это то, что она может опереться. На нее другие могут опереться. И она чувствует контроль хоть какой-то на этой территории. Потому что в действиях у нее нет ресурсов. Она природно не хочет брать на себя материальную и финансовую ответственность. Это не ее кухня. Ее кухня – это люди, это отношения, это ответственность за людей. Она готова здесь брать. Но брать за деньги, за все не надо. Давайте будет там это, а я тут. Теперь, это не значит, что она безответственная человек. Она может взять на себя деньги. Только спать не будет. У нее будут стрессы. Она не сможет жить качественно. Болезни пойдут. Зачем это надо? Ей нужно заниматься людьми. Это точно. Теперь смотрите дальше. Но людьми в каком смысле? Ты же аналитикой занимаешься? Что есть аналитика? Это рациональная часть общения всего лишь. Любые отношения имеют рациональную сторону, яинскую, и иррациональную, образно-чувствительную, женскую, иинскую. Ничто не противоречит другому. Вам нравится общаться с человеком последовательным, разумным, рассудителем? Нравится? Ну вот мужчина, вам такое нравится? Мне нравится. А если он иногда может быть спалом, что мы гримом, впечатлительным? Мне нравится. Главное слово иногда да. Я ж такую поправочку ввел иногда. Это главное здесь слово было. Хотя кто-то скажет, да жопа скучно, хочу, чтобы он был безбашенный, сумасшедший. И немножечко иногда рациональный. Может быть такое? Вкусовщина, да? Скажите, кому что надо. Это не компетенция, это вкусовщина. Поэтому здесь важно понимать, что ресурс есть. Импульс. Смотрите, еще раз задам вопрос, теперь постарайтесь ответить. Она активнее сама включается в процессы или вместе с другими? Что выпукло? Что выпукло? Еще раз, смотри. Что выступает? На красную линию смотри. Сама. Делай выводы. Без меня. Можешь сделать вывод сейчас? Что выступает? Губы. Да бог с ними с губами. Сфера какая выступает? Где? Сфера действия выступает. А какая вывод? Относительно у нее. Социальная. Хорошо. Еще раз задаю вопрос. Она активнее сама включается? Или с кем-то? Значит, сама. Сама. Вот в этом. И тоже затык. Почему? Очень просто. Есть целая категория людей, мы еще потом с вами поработаем, у которых вот так. Я покажу сейчас. Они часто к психологам еще ходят и у них есть проблемы не реализованности командной. Вот так смотрите. Вот такая динамика огромная. Смотрите. То есть, вот такой выступ. Можете себе представить? Это вот такой унитурный, вот такой унитурный. Нет. Да хватает. Девчонок таких много. У них еще прикус может быть туда. Артодорт нужен там. Это все психика. Это все психологи. Это все матрица. Матрица телесная, матрица душевная. Друзья мои, у нее история следующая. Она активно, охотно включается в работу. Когда она включается в работу, когда она включается в работу, в коллективе, в команде работает, она говорит, я в команде активно. Я в команде активно. Теперь ее ставят на руководителя. Теперь не она должна быть в команде активной. Они должны быть активными. А она должна, наоборот, занять утверждательную позицию. Она и так ее занимает утверждательную позицию. Что такое командная работа? Это когда ты берешь человека и вместе, доверяя ему, активно работать. Когда ты становишься на позицию руководителя, ты априори, тебе просто естественно необходимо доверять, делегировать. И руководитель не своими руками делает, а опосредованно они делают вместо него. А это и есть ровная линия. Тебе, по сути, надо выровнять в себе, позволить себе разрешить довериться и вместе с человеком делать шаг. Потому что есть некая осторожность. Пока ты с ним говоришь, еще ничего. Ты начинаешь делать ощущение, что лучше сама, я качественно сделаю сама. Сложно. А можно ли? А подведет, не подведет. Есть грань. И это еще не такая сильная разница. Многие намного сложнее это делать. Поэтому, смотрите, вы видите человека, вы понимаете, что человек в команде будет сама очень активно работать. И, к сожалению, это нужно как-то актуализировать. Вот вы это видите. То есть смотри, до тех пор, пока ты вот этот момент, не будешь себя отслеживать тот момент, что совместно, вместе. Можно довериться. Тут есть такая стратегия. Позволь проявить себя. И только на фоне проявлений. Тут даже стоит с директором поговорить. Надо сказать, что, смотрите, у меня есть такой момент, я бы хотел больше доверять им. Возможно, они ошибутся. Возможно, даже где-то убыток будет. Возможно, что вот так они как-то проявят, и у нас будет хорошая идеология, самостоятельная команда. А так и я, получается, вместо них лезу. Я не чувствую, что я им не доверяю. А вот это открытое доверие, оно и сыграет с моего. И плюс индивидуальная работа с каждым человеком. Ну, не с каждым, а с тем, кто тебе нужен. Ты должен лидер мнений авторизировать. Серого кардинала, скажем. Это с самого первого тебя взяли в работу. Потом выйдешь на всех остальных. Вот видите, да? Это то, что мы сейчас, может быть, взяли и поработали с этим. А можно вопрос? Скажите, вот, по поводу свежих фотографий. То есть, от разных жизненных этапов может менять вас? Очень сильно. То есть, если ты воспитываешь ребенка, ты закладываешь определенную программу. Тем более, если ты не воспитываешь. Тем более. Нет, мне просто интересно. Ты все равно можешь влиять. Даже это, как бы, исключая генетику, идет просто вот... Я пошутил сейчас. Ты сказал, что если ты воспитываешь ребенка, а есть стратегия невоспитывания, они как бы сами вырастут. Просто будьте примером. У тебя есть дети? Есть. Даже вот поэтапно, пока... Сколько? Сколько? Нет, ну, это вопрос неправный. Значит, тебе интересно. И то, и то, скажи. Пока один. Один. Сколько? Пять. Супер. У меня вот дочке шесть исполняется, сыну двенадцать. Вот тоже. Классно. Сталкиваюсь с теми же ситуациями. Меня интересует. Вот вы анализируете, тем более вы видите, как трансформируются дети, да? Да, конечно. И, то есть, определенное, когда идет углубление, там, прокачивая какой-то программа ребенка. То есть, это идет на атмосферах жизни. Обязательно. Видно, да? Вот я смотрю за сыном, за дочкой, я понимаю, кто из них кто. Он инженер-коммуникатор, а она руководитель, властная, контролер, творчество, но она такой руководитель артистического тока, но очень классный. Так это называется? Властелин. В доме есть властелин. Здесь не только я, честно говоря. Она меня слушает, ну, слышит меня. Супругой с ней, конечно, ей очень сложно. А мне с сыном легко, там, у них все нормально, а вот дочка. Она его строит. То есть, и шесть, и двенадцать. А она или... Он не знал, ему сложно с ней. Я объясняю друг другу регулярно, кто он, кто она. Он на нее смотрит и не правит, что она творит. И он не знает, как реагировать на это, потому что она реально берет и устроит. Да, все. Смотрите. Да, все меняется. И вы можете четко определить, хотя бы начиная уже с пяти или шестилетнего, многие вещи вы видите. Но, поверьте, изменятся сильно. Все стадии развития человека от животного в строю психики через зомби, демонический. Ну, животный ребенок родился, он только может есть и поздно. Потом он начинает как зомби, полностью слушается. Все. Потом он становится демоном. Это двенадцать, четырнадцать лет. Это демон. Он все разрушает. Он хочет показать, он хочет нащупать границы, рамки. И обвести себя. И постепенно уже к двадцати он переходит в строю психики человека, если ему древе. Можно так найти вещи посмотреть. Можно с другой стороны подойти к этому вопросу. Но он так работает. Поэтому и лицо меняется. Сначала у него, извините меня, социальной сферы нет. У младенца какая социальная сфера? У него вот здесь все. Он ему выжить надо. Сиську сосать. Выжил. Дальше что? А дальше? Когда ребеночку вот пошло там где-то лет шесть-семь у него социальная вот такенная, ему очень важно вписаться. Начать в мир. С семи лет он уже входит в поле отца и он уже вот отец показывает мир. Еще до семи лет ну девочки опережающими темпами, а мальчики вот они входят когда в поле отца. До этого они с мамой. Вот. Поэтому смотрите, мы сейчас с вами вот поработали только ниш с тремя макро структурами и тремя внутренними. Мы посмотрели значимость, высоту, мы посмотрели ширину бессорбства, мы посмотрели импульс, выпуклость. Два фрактальных уровня взяли. Первый и второй. Мы вообще не обсуждали сейчас ни нос, ни уши, ни глаза, ни брови. А верьте, там есть о чем поговорить. Есть что сконструировать. Я прямо сейчас дам рекомендацию под завязку. И как твои ощущения сейчас в плане актуализации, в плане вообще? Что ты чувствуешь? Здорово. Кайфово, да? Да. Что для тебя ценного было в нашей сегодняшней области? Ценного? Во-первых, про личностную коммуникацию. На самом деле все так и есть. Я на самом деле больше взаимодействую конкретно с человеком, а не с массой. Группу мне тяжело взаимодействовать сразу со всеми. То есть это в точку на 100%. Я вот это услышала и как бы по-другому на это посмотрела. А потому что оно становится имманентной частью, с ней конфликтовать не надо. Зачастую мы вытесняем из себя какую-то часть, ну какую-то область. Наша есть как бы серая тень, а золотая тень и не серая тень. Все мы прячем туда, а золотая вот она. Очень часто люди в шоу-бизнес приходят, ну в воле судеб, в телевидении. Вот ему говорят. Ты классный аспер, ты психолог, ты бизнесмен. Блин, ну будь в кадре, живи. Ой, я буду тут. Да неинтересно скучно, живи. Ну я живу, я же бизнесмен, смотрите. Да неинтересно живи. А он спрятал туда. Вот дурной, безбаумный. Вот это вот безбаумное существо, которое было в детстве, да. Он подумал это не серьезно, дядьки так не ведут себя. И спрятал. А его в телек пригласили. А он там неинтересный, скучный был. Опытный бизнесмен, вопросов нет. Но в телеке скучный. И он говорит, вытащи ребенка. А он не знает как, он не вытеснил. Поэтому в телеке он прошляпался. Баллотироваться нормально не сможет. Тоже неинтересно. Нет харизмы. Вот этой публичной харизмы нет. Может быть там в офисе он не авторитет. Он вытеснил. Точно так же, а ты вытеснила в какой-то мере качество взаимодействия с людьми. Оно в тебе есть. Оно просто не командное, а индивидуальное. А ты активнейшись сама. Поэтому попала в ситуацию руководителя. Пардон. Теперь тут уж вот так вот надо. Это твои качества. Ты никуда не денешься. Тебе нужно с ними работать жить. И еще два слова про брови. Смотрите. Вот структура брови. Смотрите. Она прямая. Потом ломается. Понимаете, что здесь есть изломы. То есть сочетание процесса и управления. То есть в ней есть качество манипулятора. Но так как верхняя яма. То есть арки нет. Арка дуговразная. А верхняя граница съедена. Смотрите. Нет завершенности. Нет четкости структуры. Нет ширины. Смотри. И цвет пропадает. Как только ты сделаешь четкую форму сверху. Как только ты нижнюю арку построишь. И прокрасишь всю бровь монотонно в один плотный цвет. Появится восприятие тебя харизматично. Энергично. Многозадачно. Властно. Управленчески. Не надо говорить даже. Всё. Это потом. У нас сейчас нет времени. Я посмотри, что можно теперь сделать бровь. Готовы есть. И ты себя продажешь как управленец вообще без слов. Тебе это поможет процентов на 40 усилить тебя? Попробую. Да мы сделаем всё в лучшем виде. Друзья, что для вас было ценного сегодня в нашей работе? Дадим краткий итог. Тезисно скажите, что вы видели, что вы причерпнули. Вообще в целом. Потому что мы не только лица смотрели, но и концептуально по нашему. Ну, я вообще так хотел сделать. Поэтому давайте так, раз. Тезисно. Одно второе. Одно второе. Одно второе. Сиди за собой. Сиди за собой. Сиди. Сиди. Или каково. Нормально? У меня с тобой каково. Хорошо. Не корректируйте. У меня один маленький вопрос. Верхняя часть, которая до уровня роста волос, а у высох она каково? У высох. Смотрите. У высох. Если у них волосы выпали или они сгревают, да? Важно понять, что актуально. Что больше. У высоха что больше. Что актуально? У высоха. Конечно. Но только вы смотрите структуру лба. Высоту, ширину. Понимаете? Вы понимаете, он практик или теоретик. Вы понимаете, он какой. А если он голый, ну в смысле, да, голодик. Все. Уже идейный. Все. Идейный философ, фантазер. Это не значит умный интеллектуальный. Нет. Это такой тип, которого фантазия о реальности важнее реальности. Такие есть среди бомжей. И такие есть среди крупнейших бизнесменов и ученых. Вы понимаете, да? Это просто фантазии человеку важны. Он любит жить в виртуальном мире. Окей. Девчонки, пару слов скажите. Потому что сейчас… Ну, удивили тем, что работа на фотографии по-другому совсем воспринимается. Да. И действительно это можно использовать. То есть, при жмом вообще не теряются некоторые моменты вот этой четкости. Да. Тут все. Все можно прорисовывать. Все абсолютно прорисовывать. И мы это будем делать. Ага. Так. Юра. Ну, я ролики смотрела ваши. Что-то было знакомо, что-то новое. Ну, в целом вообще все классно. В живую это увидела. В живую, да. Как консультация? Здорово. Отлично. Есть что? Да. Стой ел на час. Обращайтесь. А если вам вечером скучно, сколько евро? Сколько вы знаете? Судка. Резко. Лишка-молодец. Вот это было вопрос. Это же сколько вы заняли? А если есть, вы нам малого знали, да. Я не scientist. Как вы работаете с фотографией, чтобы показываете, что вы транслируете впечатление? Вот я говорила, что мне очень понравилось, потому что я тоже смотрела ваши ролики. Интересно было посмотреть, послушать и очень понравилась работа с фото. Про бровь мы сразу сказали. Да, мы просто сразу. Вообще, для чего это сказали? Сделать четкую бровь, вопрос закрыт. Структура шинная. И вопрос, как еще смоделировать можно? Мне очень интересно, когда можно так вот четко, схематично разложить лицо, и сразу все становится видно и понятно, что преувалирует. Вот это немножко интересно. Даже на таком уровне, да? Мы не лезли сейчас туда, да? Нет, даже на таком уровне уже понятна схема. Приятно было познакомиться, очень познавательно на самом деле. И есть чем подумать, и есть к чему стремиться. Потому что, на самом деле, я ушел сюда просто послушать, а на сегодняшний день, я думаю, что в перспективе на это можно не только просто подумать, а и операции. Но, скажем так, опять же, прислушаясь к мнению в два этапа. Первый этап – ты изучаешь человека по возможности. Если у тебя есть какие-то фотографии, ты смотришь далее, как разговариваешь с человеком, когда ты уже встречаешься с другим индивидуальным. Потому что, как мы уже сказали, сложно акцентировать внимание на каких-то тонкостях, общаясь в 3D-проекции. И поэтому, скажем так, для себя что вынес, что, прежде чем поговорить человеку, понимать его цели, необходимо, конечно же, изучить, если это возможно, фотографию, какие-то, может быть, его изречения. У нас сейчас социальные сети очень развиты. Поэтому поймем цель, какой человек стремится, и придя уже, соответственно, с какой-то целью, допустим, в моем случае, это человек, когда придет, и у него будет какая-то цель, я помогу ему четко сформулировать ее, и чтобы она обрела оболочку, ту, которую он хочет, внутри. Вот где-то вот. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо. Мне вот интересно очень было проанализировать то, что это все трансформировано. Потому что я даже вот провела анализ, даже относительно своих подробок, которые там, после пластики, после там… И я теперь понимаю, почему меняется даже характер, там, сфера деятельности, даже так вот. Интересно. Вот. И считывать можно, значит, по-новому потом, новое лицо. Угу. Да, очень понравилось. Очень профессионально, эффективно, быстро, лаконично. По пунктам просто идеально, с точки зрения работы прочей. Да. Но для себя однозначно. Мне нужно иногда себя позиционировать по-разному. И макияж нам в помощь. Тоже прорисовать бровь или нет, и тебя уже воспринимать по-разному. Глаза подвести поярче или нам… Все, это другое. Классно быть женщиной. Так и есть. Ну что? Ты, может, тоже там два слова «добог»? Очень здорово четко получилось. Ну, как… Я характеризователь. Очень понравилась работа. Здорово. Ну, ты для себя увидел движение, да? Ну, ход мысли, да, как движение? Окей. А я уже наговорилась. Спасибо. И посмеялась. Спасибо. Все, друзья, благодарю вас. Завтра мы начинаем работать. Прошу вас, принимайте решение. Завтра в 10 утра. Адрес улица Червякова, 57, 4 этаж, квартира 106. Занятие будет в узком формате. Это двухкомнатная квартира, оборудованная для проведения семинаров, тренингов в формате до 10 человек. Все комфортно, все удобно. Это дом, где магазин ГИПа на первом этаже. Продолжение следует. Продолжение следует.